Российский офис Hyundai приурочил рестайлинг седана Solaris к юбилею производства в Санкт-Петербурге. Обновленный седан оказался двухмиллионной по счету машиной. Изменились бамперы, оптика и решетка радиатора, боковые зеркала автоматически складываются. Приветственная комплектация Special Edition с обивкой из кожзаменителя красной строчкой на руле и вставками на дверях появится у дилеров в марте. Когда тираж закончится, эко-кожу внедрят в прайс-лист отдельной опции или в составе пакета. Главная обновка в интерьере — это топовая медиа-система с 8-дюймовым экраном, встроенным Яндекс.Навигатором и голосовым помощником Алисой. Доступ в сеть по российским законам должен быть персонализированным, поэтому интернет-системе придется раздавать с внешнего модема или мобильного телефона. Оба бензиновых мотора и шестиступенчатые коробки передач не изменились. Зато добавлена функция дистанционного запуска двигателя и климат-контроля. Цены уже объявлены. Узнали мы и первые подробности о грядущем обновлении российской креты, которая в неизменном виде выпускается в Петербурге уже 3,5 года, но востребована на рынке. Термина «рестайлинг» представители компании Hyundai избегают, к тому же техника останется прежней. Но есть и хорошая новость — не за горами и настоящая смена поколения. Вторая крета уже представлена в Индии и Китае, но для России готовят другой дизайн. Подробностей пока нет, но если нынешняя крета задумана консервативной и массовой, то новый кроссовер будет более эмоциональным и ярким автомобилем. Продолжение следует...